Всем привет! С вами по-прежнему Александр Иванов, преподаватель студии танцев Model 357. И сегодня у нас третий элемент. Мы называем его Чарльд Стоун. Он относится также к Райнингмену, но в простонародье мы его называем Косичкой. Поехали! Для изучения танного движения вам необходимо принять позицию, как у меня. Заняющая выкрутить стопы. Делайте это для начала по своему удобству, как хотите, но чтобы это было похоже на то, как стою я. Все, что вам нужно для начала, это разработать стопы. Вы работаете на мысках. Выкручиваете пятки и скручиваете их обратно. Выкручиваете, скручиваете, выкручиваете, скручиваете. Давайте сделать так в достаточное количество раз, чтобы ваше тело было в сознании и понимать, что за движение вообще у вас сейчас будет. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. Следующий элемент, который мы можем проделать, это при поднятии, точнее при повороте левой стопы правую ногу поднять в сторону. И можете вернуть ее также обратно. Поднять, беру. Поднять, держу. Обратите внимание на то, как я поднимаю ногу. И в том случае не делать это прямой ногой, потому что на данный момент для обучения вам это абсолютно легче. Вы сгибаете ногу в колено, уводите ногу максимально вверх, ну, очень, конечно, так, средний, даже насколько вам будет удобно, и возвращаете назад. Так вы проделываете несколько раз. То же самое вы можете сделать с другой ногой. Поднять, поставить. Поднять, поставить. Поднять, поставить. Поднять, поставить. Подставляете, подыхаем, чтобы все было понятно. Задача. Немножко усложняем. Вы поднимаете правую ногу. И ставите ее не назад, а вперед. Позиция абсолютно такая же, как была на левой ногах у вас спереди. Также выкручиваем стопы и остаемся в этой же позиции. Отсюда поднимаем левую ногу. Эй. И также делаем шаг вперед. Все на самом деле очень просто, да? Если вы отработали предыдущие элементы, то здесь уже проблем не будет. Вы поднимаете правую, шагаем вперед. Левую, шагаем вперед. Правую, шагаем вперед. Левую, шагаем вперед. Постепенно вы начинаете ускоряться, да? Чтобы вы поняли, что у нас в танце, это важно, скорость и тому подобное. Вы делаете все это быстрее. Эй. Раз. Эй. Два. Эй. Три. Эй. Четыре. Так проделается тоже определенное количество раз, которое вам будет удобно. Это не все. В данном движении вам не нужно двигаться вперед или назад. Ваша задача остаться на месте. Я вам это продемонстрирую. Когда вы делаете этого пасса, это не так заметно, как я буду делал этот позор. Задача. На месте. 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 Задача. На месте. Воспоминайте предыдущие элементы. Два наших ранних мемов. Вспоминайте, как работала ваша нога. Ваша задача. Подвести. Отвести. Подвести. Отвести. Здесь абсолютно доноса. Вот тоже позиция. Вы поднимаете правую ногу в сторону. Левая нога к вам подъезжает. Эй. То же самое вы проделываете дальше. Отталкиваете левую ногу дальше. Правая ставите вперед. Левая. Вперед. Вперед. Правая. Вперед. Левая. Вперед. Правая. Вперед. Безступенно вы начинаете ускоряться и делать это до тех пор, пока вам не будет удобно. Опять же, смотрите почаще на себя вверху, чтобы вы понимали, что вам это нравится. Еще один момент. Один маленький момент, о котором я хотел рассказать. Это оппозиция впрот. Задача, чтобы у вас голень была слишком сильно наполнена к полу. То есть, это некрасиво. Такое впечатление, что вы заваливаете вперед. Смотрится эстетически абсолютно не красиво. Пробуйте переднюю ногу. Всегда поставить чуть дальше. То есть, вы ставите ногу. И выставляете ее чуть вперед. Да, позиция уже намного симпатичнее, чем была тогда. Потому что под себя это одно. Если вперед. Это другое. Но это заметно, как чаще показывает практика только в профиль. Потому что, если вы будете лицом стоять, то этого не будет заметно. Но вы должны все равно об этом знать. Косичка, косичка, чаток, стоп. Называем как вам удобно. Я сейчас покажу это под музыку. Но мы в любом случае не забываем о том, что все эти элементы соединяются вместе. Данное движение я снова покажу под музыку. Ну что же, у тебя уже целых три элемента, которые ты можешь соединить между собой. Действительно, что-то классное показать. Надеюсь, эти упражнения тебе помогут выставить на моих занятиях. Продолжение следует...